С ГП Заречья ИК-24 Там все бунтуют насчет Лукашенко Сверху все блестит, а люди приезжают даже из Украины Вряд у вас, видимо, что творится, как вы здесь живете Вы располком подойдите, они сразу вам скажут, как им хорошо живете А никаких проблем, не было бы Лукашенко и было бы все нормально Не, понятно, что Лукашенко это как бы главная проблема Вот, допустим, я освободилась, да, мне не дают ни работы, ничего Вот, видите, уже безработица, отлично Конечно Высокая безработица Да А как, вот вы ходили, обращались, там, вам не должны... Везде, я неоднократно судимая Мне должны выдать даже по освобождению помощь Мне никто не выдал эту помощь А как они это объясняют, то есть, ну, как человеку жить вообще? А вообще, как хочешь, так и живи Хочешь, кради, а хочешь, бомжуй То есть, это вот так о неисправлении такое Конечно Видите, как, это серьезная проблема, на самом деле Конечно Вы говорите нет А я неоднократно судимая Мать у меня инвалидка лежачая Ну С ГП Заречья и К-24 Там все бунтуют насчет Лукашенко Насчет декрета 18 Что он садит алименщиков Ну, они один-два дня прогуляли, но они отрабатывают Ну, а он садит их И что они? У них задолженность растет Они покупают Они получают зарплаты, то, что на фабрике работают 8% только На магазин А это получается 3 пачки сигарет или килограмм сахара Такую основную проблему вы видите вообще в Орше То есть, что вот главное надо было пришить Там безработица, низкая зарплата Да, вот именно это и надо решать Потому что, допустим, даже для молодежи вообще нет никаких лакансий Ничего такого подобного А специфически еще? Вы знаете, в Бресте есть аккумуляторный завод Который будет отравлять население Я имею в виду даже то, что летом негде подработать Там какие-то хоть какие-то деньги Чтобы перестать сидеть у родителей на шее И чтобы банально вот начать зарабатывать То есть, безработица высокая и низкая зарплата Основная проблема, которую вы видите Дороги Не, ну как, проблем вообще много Ну, такая Основная проблема Вот что бы вы сказали Безработица может быть Низкая зарплата Или там плохие дороги, да, вы говорите? Я говорю плохие дороги Что конкретно? Не ремонтируют, либо... Ремонтируют, но ремонтируют лапиками Ремонтируют не... Ну, вообще непонятно как Особенно я живу вот в Бризиловке У нас по весне проводился ремонт дорог Лапиками Эти лапики, во-первых, стояли непонятно сколько А потом что ремонтировали, что не ремонтировали Здесь лапики положили буграми И едешь все равно по такой дороге Что ужас просто И один вопрос Возникает Платим налоги, а дорог нету Да, цены на бензин растут постоянно Да Плюс еще дорожный этот налог Ну, вот налог этот вот Платим Мы не маленькие у нас А еще цены на бензин Во всех нормальных странах Они заложены все Цены на бензин Собственно, налог заложен Там не надо отдельно платить Низклатные дороги специально А здесь у нас непонятно что Ну и да Низкие зарплаты С этим я тоже соглашусь И безработица То есть, ну я знаю, что многие предприятия сейчас работают вообще там по 4 дня Ну, после такой я в это сильно не вдаюсь в подробности Но знаю, что у нас лучше найти работу очень трудно Я сама в прошлом году с этим столкнулась Хоть и нашла работу Но она не настолько высокооплачиваемая, как хотелось бы Только что единственное, что она не держит, это график хороший А так? Как вы верите, потому что у нас по 500 есть долларов в зарплату? Вы знаете, я вам скажу У меня даже если сложить мою и мужу, зарплату в 500 долларов не выходит Поэтому я не знаю, у кого по 500 Но точно не у нас Спасибо большое Мы задаем вопрос И можете ответить на вопрос Что хорошего в этом морсе? Хорошо ли он еще живется в морсе? Очень хорошо живется в морсе Очень красивый Сторожительный наш город А какие-нибудь проблемы какие-нибудь в регионе есть? То есть, ну вот какие основные проблемы вы видите? Ну, а какие основные? Ну, хотелось бы больше рабочих мест То есть безработица основная проблема региона Вы считаете, главная проблема? Сейчас всего пытаюсь Поршанский трудится Стой, как и хочешь профессии Пытаюсь Только работать не леняться Хорошо, спасибо вам А вот расскажите, хорошо ли ворше вообще живется? Ворше живется хорошо Хорошо А проблемы какие-нибудь есть? Вот основную проблему, что вы видите? Самое вот плохое, что надо было бы исправить? Чтобы стало жить вообще хорошо, шикарно Что здесь главная проблема? Чтобы жить хорошо и шикарно, нужно было, чтобы хорошая работа была То есть безработица тоже, да? Основная проблема? Нет, работа есть, но она дешево оплачивается То есть поднять уровень зарплаты, низкий уровень зарплаты Низкий уровень зарплаты А еще какие-нибудь, возможно, проблемы? Вот что бы вы еще могли сказать? Экологические проблемы? И вас не беспокоит? Там высокий уровень формальдегида, например, воздушек? Это ничего такого А, понятно То есть главное безработица, вы считаете? Другие проблемы основных у нас нет? Ну да А проблемы какие-нибудь есть? То есть вот какую главную проблему вообще Аршанщиной вы могли называть? Что это по-вашему? Может быть отсутствие работы какой-то? Ну очень популярный ответ Говорили про дороги, что дороги плохие тоже Как вы можете сказать, дороги вам нравятся здесь? Либо вы не ездите нахуй? Где новые сделали дороги, так получше Пешеходные вполне устраивают А сами мы на машине нигде не ездим А по поводу зарплаты уровня как? Маленькие Маленькие Маленькие, очень маленькие То есть основные проблемы, которые видите, это низкие зарплаты и безработица высокая Да, часто еще обещают большую зарплату, по итогу, когда приходишь на работу То есть обман со стороны работодателя Да, есть такое Это не проблема в городе, а проблема в стране А именно специфическую проблему города, которая, по-вашему, только здесь есть, а в других городах ее, например, нет В Минске, скажем, такой нет, например, проблемы Или в Витебске? В Минске, наверное, много проблем нет таких у нас Ну, там тоже многие жалуются на безработицу, и зарплаты тоже говорят низкие, а кого-то 1000 рублей это мало вообще ни о чем Ну, для нас 1000 рублей это еще, это две заплаты наши, хорошо ездят Ну, то есть специфических проблем, например, вот в Бресте есть аккумуляторный завод, да, экологическая проблема Там Светлогорский тоже, например Там где-нибудь в Гродно там отравили Неман какими-то сливами Нет, таких у нас там нет проблем, я считаю Хорошо, спасибо Вот, что бы вы могли сказать, насколько хорошо живется в Ворше вообще? Ну, для приезжих хорошо, типа те, кто зарабатывает за границей А для тех, кто именно работает в Ворше, то не очень Здесь маленькие зарплаты, во-первых, во-вторых, сложно найти работу То есть высокая безработица и низкие зарплаты Ну, это общереспубликанская проблема, а вот чисто специфические, именно характерные для Орша, которых, например, нет в Полоцке там или в Витебске Окей В Полоцке нормальная зарплата? Ну, у нас по Орше, но вот если по другим городам смотреть и по Орше, то здесь зарплата намного меньше, чем в любом другом городе Ну, вот по зарплатам здесь прямо намного меньше, по сравнению с другими городами То есть это основная проблема? Это основная проблема, потому что, типа, цены, как во всей Беларуси, практически одинаковые А зарплаты в других странах, ну, в других городах, наверное, побольше, чем здесь намного А по поводу дорог, что вы можете спросить? Один человек сказал, что плохие дороги у нас уже осталось А, ну, когда дороги плохие, их долго не ремонтировать Ну, вот просто живем в населяне, там была очень плохая дорога И была она плохая в течение, наверное, полугода, вот так вот где-то И машина постоянно, когда ездили там, там, 60 разрешено, а не ездили там 20, потому что, типа, дорога вообще не пущая была Ну, вот мы когда в Чехию, из Чехии приехали, там уже дорогу сделали В течение года там дорогу только сделали, короче А вы что можете сказать? Ну, что, люди уезжают отсюда, работают в другие страны Мы в Чехию ездим А как, может быть, сделать, чтобы здесь лучше было, то есть что сделать? Ну, зарплату поднять Зарплату поднять и работы, чтобы было больше Ну, хорошо, спасибо Хорошо ли живется? Нормально? Смотрю, как подойти, с какой точки зрения Ну, вот какие проблемы основные вообще вы видите? Именно больше локальные, не общереспубликанские, а локальные здесь Вот что тут плохо, что надо было бы исправить, и чтобы жить стало лучше? Вот касается дома, у нас очень слабое отопление, допустим Не греет, батарея слабая Температура дома минимум 17-18 Не хотят ремонтировать, да? То есть плохо работают коммунальные службы? Плохо, конечно Плохо А что по поводу зарплат, по поводу безработицы, можете сказать? Я на пенсии Вы на пенсии, ну так, знаете же, знакомые там, что есть А какая тут ворша зарплата? Все отсюда бегут кто куда В Россию куда угодно, только не ворши И вообще, в принципе, наверное, в Беларуси не хотят держаться Молодежь, потому что зарплата здесь фактически 300, 250, все А что это для молодой семьи, это зарплата, это ерунда Тем более, если за квартиру платить, за детсад платить и за все остальное А если что, двое детей, вообще замечательно Покушать надо, еще надо, а что дальше, такой зарплаты Какие вообще проблемы основные есть? Вот что вы видите, какие основные проблемы города, региона? Вот что надо было пришить, чтобы стало жить лучше здесь? Да вы знаете, молодой человек, так и не знаешь, сразу не сообразишь, что к чему Ну вот хотя бы что-нибудь сказать Что вас беспокоит больше всего? Какие здесь в городе главные проблемы? Что не так здесь? Зарплаты, может пенсия низкая, может быть дороги плохие, коммунальные службы плохо работают Что вот не так? Какую проблему вы могли бы сказать? Да их много, только разве все проблемы сразу решишь? Ну хотя бы несколько, хоть одну какую-нибудь Знаете, жаловаться тоже больно не будешь Нет, просто, чтобы, как бы, опрос такой, чтобы узнать, какие вообще проблемы в городе Вот мы опрашиваем людей разных, чтобы знать, в принципе, мнение разных людей, какие проблемы основные в городе есть Ну вот, например, для нас, пенсионеров, сделали вот так вот Вот мы неоднократно тоже об этом обсуждали, что продовольственных магазинов сделали на каждом шагу А был вот хороший магазин вот этот, где тот вот доброном, который на остановке доброном Оттуда товарный магазин убрали А для нас бы он был и не против, чтобы можно было посетить А так, если что надо, какой-то там лампочка там или еще что-то там такое надо, значит, надо идти до универмага Нет, вот не надо, но А уже это несподручно Понятно, а вот какую проблему видите вот здесь основную? То есть вот что, Варши, вам больше всего хотелось бы, чтобы изменилось, чтобы лучше стало здесь? Хороший вопрос, на самом деле Ну, я думаю, я хочу, чтобы здесь было более, как бы, гостеприимно Потому что вот сейчас даже случилась такая ситуация Что я стоял в магазине и покупал маленькую бутылочку воды И многие люди прям агрессивно реагировали на это, что я покупаю маленькую бутылочку воды А у них большие сумки, но я стою в очереди Впереди То есть, да, недружелюбные отношения людей, люди злые, да? Да А как вы думаете, почему они такие злые? С чем это связано? Просто культура отсутствия или, может быть, в связи вот с плохой жизнью, да, что безразработица, что власть достала? Ну, вот я думаю, да, потому что у них, ну, как по мне, у большинства зарплат их не устраивают И поэтому, я думаю, они из-за этого и агрессируют на таких, как я Хорошо, спасибо